В операции первого президента России Сергея Филатова. Добрый вечер. Добрый вечер. Все знакомы. Для меня. Ну, 65 вообще не юбилей. И не возраст. А? И не возраст. Ну, не возраст, да. У нас тоже разница с Александром Николаевским, по-моему, такая. Он всегда называл штанов. Поэтому я, наверное, тоже имею право так говорить. Нет, но 75 все-таки хороший повод для того, чтобы встретиться. Увидеться. А мы теперь будем в последнем году, чтобы очень мало встречаемся. Отца своего только подарок получаем. Мы его не ездим. И спасибо тебе огромное за портрет. Ну, я в кабинете. Все, кто приходит с вами, узнают. Особенно всем нравится этот шестигранник. Мне это было. Ха-ха-ха. Мы говорили о любви в жизни. Я помогал. Производство, да. Производство. Все этого чего-то угадывают. Особенно один кусочек жизни. Этого глазу. Все остальное в других местах. Вы знаете, я очень рад, во-первых, тому, что мы с Великой Александровичем уже много лет, и я постоянно ощущаю такое внимание, какую-то опеку, но я вообще завидую. Я завидую потому, что мы делаем одно дело, похожее на это. Сегодня ведь писательский мир вообще, если по-хорошему, так осилотевший, потому что союзы писателей, которые созданы, они свои задачи объединения, они не выполняются. Пожалуй, не один. Там пычкуется, лихушка, что-то, что-то. В общем, вот такого задушевного разговора, встречи, такой помощи, которой порой нуждается писатель в общем мире. И один из центров, как его организован, в общем, у меня, в Москве, это центр, который организовал Илья Александрович. Вокруг него хорошие писатели, хорошие песни, хорошие люди, просто. И не случайно он подповедует одно единственное слово, так и называется слово. Он, когда со мной встречается, он всегда говорит, что от нас ничего не остается, но остается слово. И это правда. Вот сегодня Махарина Николякина. Да, да, да. Пожалуй, ни одного человека, который выступал, говорил о том, что он оставил на великое свое слово, которое останется на веках, потому что оно очень мощное, оно очень победительное, оно очень нужное. И мне кажется, что Илья Александрович собирает как раз вот этого слова. И не просто, а вот то, чем я ему завидую, я тоже издаю книги, но сам почти не пишу, мне хватает на это ни времени, ни сил, а он, конечно, очень много пишет. Он очень много пишет. И я это замечаю, во-первых, я ему благодарен, что он мне все ударит, из того, что написано. И у меня есть такой штаб, где 1700 книг подарю на фарфоне. Вот, по-моему, 10% книг, наверное, Александрович Кувалдин. Они же самые лучшие. Конечно, конечно, они стоят на самом месте. Но все вместе, так чтобы было видно, было видно, и поведение до картины, которые рисует Саша. Потому что они, мне кажется, вдвоем неотвимы. Мне кажется, что они оба другую очень сильно загнадят. Еще и Елизавета вырастет будет. Кто же будет писать? Послушаем, возможно. Юрий Александрович, я хочу вам сказать все самые большие слова благодарности тому, что мы сегодня, вы сегодня делаете очень большое дело. Вы делаете, не просто объединяете людей, вы даете им какую-то надежду. Вы их связываете с читателем. И вы действительно сами не проходите мимо ни одного интересного сюжета. Встречаясь с ним, вы обязательно в вечером, или ночью, или утром садитесь и присутствуетесь. И для истории вообще это, мне кажется, очень-очень важно. Потому что, в конечном итоге, мы когда начинаем говорить об истории, мы ее собираем из тех слов, которые оставляют нам те, кто видит, кто слышит, кто пишет, умеет прислать речь. Просто делаем учебочку. Я долго думал, что вам подарить. Я понимаю, что сейчас век компьютера, но когда-то Гранин сказал, что самое лучшее все-таки перо, это гусиное перо. Потому что оно, когда пишут, связывает тебя с центром, через те регуляции, которые идут, есть обратная связь. Ну, перо уже такого нет, но вот ручки, по-моему, и есть. Я хочу вам подарить вот эту вот прорезанную ручку, которую вы теперь напишите, наверное, еще что-нибудь. Можно специально написать иначе. Спасибо. Спасибо.